Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Мгновенная оплата, система оповещений и апартаменты для каждого. Во втором квартале установлен новый максимум сделок с квартирами, где жилье покупают чаще всего. Социально-экономическое развитие. В Бобруйском горисполкоме подвели итоги за первое полугодие. Выше среднеобластных сложились показатели. Кто преуспел? Спасибо за покупку. Работники торговли отмечают свой профессиональный праздник. Это энтузиазм, это любовь к своей работе. Вам что-то подсказать? На жарких полях в стране продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. Бобрусь, как всегда, оказывает содействие районам по уборке вырожая. Какие показатели? Ангелы в боевках. Пожарной службе Беларуси 171. Внимание на выезд 3 отделения. На выезд 3 отделения. Сикорского 20. Сгорит квартира. Как поздравили бойцов? Мощный тайфун, робот-уборщик и колеблющаяся Америка. Действующий президент США Джо Байден покинул президентскую угонку. Кто занял его место? Домашняя атмосфера Александра Лукашенко с официальным визитом в России. Белорусский лидер прибыл в северную столицу в четверг. Сразу после президент отправился на остров Валаам. Там вместе с Владимиром Путином главы государств посетили храм Смоленской иконы Божией Матери – Часовню. В пятницу переговоры продолжились в неформальной обстановке. Но повестка самая серьезная. Главы государства обсудили актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижении союзных проектов, тематику региональной международной безопасности. Страны реализуют ряд совместных проектов – от экономики до космоса. Существенный прорыв государства сделали в противостоянии санкционному давлению, заместим многие продукты и товары своими технологиями и компетенциями. Жилые метры, матпомощь к школе и увеличение доходов. Номинальная начисленная средняя зарплата в июне – 2270 рублей. Насколько вырос показатель? Громкие итоги недели – далее в специальном обзоре. Единовременную материальную помощь в Беларуси получат около 240 тысяч школьников из многодетных семей. Размер – 30% бюджета прожиточного минимума. Родители, чьи дети идут в первый и девятый класс, смогут забрать выплаты после начала учебного года, когда ребенок уже будет считаться первоклассником, а старшеклассники решат продолжить учебу. Во втором квартале установлен новый максимум сделок с квартирами с 2016-го – 4721. Во всех областных центрах средняя цена квадратного метра увеличилась на 10-30 долларов. Больше, чем в других городах, покупатели потратили денег на приобретение жилья в Гродно – 34,2 миллиона долларов. Всего за текущий год планируют построить не менее 4,4 миллионов квадратных метров. Номинальная начисленная средняя зарплата в июне – 2270 рублей. За месяц показатель вырос на 50 белорусских. Традиционно самые высокие – в Минске. Больше всех получают работники, занятые в сфере информационных технологий и пассажирского авиатранспорта – более 5 тысяч. Финансовая и страховая деятельность – 3,200. Профессиональная, научная и техническая – чуть менее трех. Во всех крупных городах республики появится возможность автоматизированной оплаты проезда в транспорте. Также активно модернизируется расчет через мобильное приложение. Ориентация идет на максимальный комфорт для передвижения и поездок. Так, с учетом погодных условий, вся закупаемая техника, используемая для городских перевозок, предусматривает наличие кондиционеров. В стране поменяют систему оповещения населения о серьезных погодных катаклизмах. СМС-рассылка неэффективна. В планах задействовать оповещатели громкие сирены, которые будут мгновенно включаться при ураганных ветрах и потенциально видимых страшных явлениях. Задача МЧС – в корне изменить сигнализацию. В Бобруйском горосполкоме подвели итоги социально-экономического развития за первые шесть месяцев 2024-го. По результатам работы за январь-июнь в городе выполнены большинство доведенных ключевых показателей и заданий. Выросла зарплата. Средняя – 1714 рублей. В экономику инвестировано более 177 миллионов. Обеспечена прибыльная работа реального сектора экономики – более 66 миллионов. Сократилось количество убыточных организаций. Сохраняется высокий удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной – 17,3%. Самый высокий показатель за последние 13 лет. Выше среднеобластных сложились показатели по совокупному поступлению доходов, бюджет города, индексу промышленного производства, уровню отгруженной инновационной продукции, рентабельности продаж и рентабельности реализованной продукции, удельному весу убыточных организаций. Эффективно сработали, обеспечив все показатели бизнес-планов, ТАИМ и фабрика художественных изделий. Большинство прогнозных значений развития достигают Красный пищевик, комбинат хлебопродуктов, завод биотехнологий, Бобруйск-Сельмаш, мясокомбинат, типография имени Непогодина. Кроме того, отмечается рост инвестиционной активности. Среди основных направлений – модернизация и техническое перевооружение промышленности. Осваиваем много новой продукции на вновь введенном оборудовании. По итогам 2024 года мы уже покажем значительные результаты в этом направлении. Будем осваивать новые виды навесного и прицепного оборудования, как к нашим тракторам, производимым на нашем предприятии, так и к тракторам Минского тракторного завода. В первую очередь это сельхознаправление, плуги, фрезы, также и коммунального направления, снегоочистители, различные модификации пескоразбрасывателей. В первом полугодии есть рост предпринимательской активности. Создана 91 коммерческая организация, 18 в сфере производства, 207 человек зарегистрированы в качестве ИП. Не остались без внимания вопросы строительства, экспорта услуг, розничного товарооборота, восполнения кадров и аспектов ускоренного социально-экономического развития города. На заседании акцентировали внимание руководителей на выполнении поставленных задач, чтобы исправить проблемные направления и закрепить положительную динамику развития экономики Бобруйска. Купляйте белорусское. В стране отмечают День работников торговли. В Бобруйске в этой сфере трудятся более 10 тысяч специалистов. Внимание и доброжелательность по отношению к покупателям и ответственное отношение к своим обязанностям – все это про них. За последние 30 лет торговля сделала прыжок из гимнастическим шестом. Сегодня обслуживание населения Бобруйска осуществляется почти через 3000 объектов розничной торговли. Из них 1258 магазинов, 494 павильона, 828 неизолированных торговых объектов. Услуги общественного питания предоставляют 289 объектов. На территории города функционируют 6 рынков и 31 торговый центр. Отрасль – одна из наиболее динамичных и стремительно развивающихся в стране. Это 600 тысяч сотрудников. Ежегодно появляются новые торговые предприятия от небольших магазинов до ультрасовременных торговых центров и гипермаркетов. Организация ООО «Солстройкомплект» открыла в нашем замечательном городе на Березине 14-й торговый объект «Билд». Общей площадью торговой – 8370 метров квадратных, что позволило обеспечить наших горожан 90 рабочими местами. В 2021 году на Минске открылся торговый центр «Абсолют». В зеленом супермаркете можно купить практически любые продукты для дома и семьи. В нашем торговом центре представлен большой ассортимент товаров и продукции для наших потребителей, для бавручан, для гостей нашего города. От морепродуктов различных, колбасных изделий, полуфабрикатов. У нас большой ассортимент продукции собственного производства. Активно в Беларуси развивается онлайн-торговля. Ее доля в товаробороте превысила 5%. И все же возможность увидеть воочию товар, рассмотреть или потрогать, ценится по-прежнему высоко. Еще выше возможность обсудить все его плюсы и минусы. Получить информацию с первых рук и просто поговорить с продавцом, который посоветует лучшую модель именно для вас. Не секрет, что от правильно подобранного освещения зависит комфорт, уют и общее хорошее настроение. В нашем магазине представлены товары для покупателя с любым достатком. Мы готовы удовлетворить любого, даже самого требовательного клиента. Ни для кого не секрет, во многом комфорт и настроение бавручан напрямую связаны с качеством услуг. Приятно отметить, эта сфера в нашем городе очень развита. У истоков стояли они, ветераны. Сложно было, но интересно. Любили свою работу, любили свой город, любили посетители, любили людей. Я работаю с 1976 года, старшими 41 год. А еще покупатели очень ценят, когда за прилавком стоят приветливые, внимательные, готовые помочь и подсказать. В сфере торговли нашего города работают именно такие люди. Они всегда придут на помощь, а в конкретном случае предложат ароматный кофе, стоящим во рту десертом. Изначально наша концепция нашего заведения была всегда направлена на семейный отдых. Семейный отдых, он предполагает, семья это кто? Мама, папа и ребенок. И семейный отдых предполагает, чтобы комфортно в этом случае было всем. В каждом городе есть своя жемчужина. То, что показывают иногородним гостям, о чем пишут все путеводители и просто расходится народная молва. Обладает таким местом и Бобруйск. Это центральный рынок. Это колыбель истории всего города. Торговля на рынке идет с начала 19 века. Многие говорят, место намоленное. Летом рынок шумный, многолюдный. Привлекает разнообразием, ассортиментом. Безусловно, современное состояние отрасли – это результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован в ней. От их организованности, профессионализма и отзывчивости зависит качество жизни, здоровье и настроение Бобруйча на гостей города. Флагман в этом вопросе отель-турист в подтверждении Республиканская доска почета. Это труд, это инициатива, это энтузиазм, это любовь к своей работе и отношение к своей работе. У меня любимая есть фраза – работать так, чтобы не было стыдно перед самим собой. Особые слова благодарности ветеранам, которые долгие годы отдавали свои силы работе, а сейчас – опытные наставники. Общественное питание – это такая сфера, когда человек должен уйти доволен, понимаете? Он должен, эстетически должны выглядеть блюда, они должны быть вкусные, они должны быть качественно приготовлены. И поэтому молодежи, вот на это надо обращать внимание, нужно учиться у профессионалов. Стало гораздо лучше в плане ассортимента, в плане форм обслуживания, методов. Все это совершенствуется, но все равно задачи и цели остались те же – удовлетворение покупательского спроса, что, собственно, мы и видим. Совет да любовь. Прозвучит неожиданно, но продавец-консультант Татьяна Кактыш предлагает покупателям большое счастье в маленьких коробочках. Такова специфика ювелирных изделий. Оттенок драгметалла, дизайн, соответствие моде – вопросов много. И подсказка профессионала в контексте деликатного общения звучит как совет да любовь. В наших ювелирных салонах мы трепетно и с особым вниманием относимся к каждому покупателю. В ЗИКО представлено более 5000 ювелирных изделий и часы швейцарских, японских и европейских брендов. Также более 300 обручальных колец с гравировкой подарок каждой паре. В торговле важно все. Оборудование, которое ассистирует мастерам прилавка, умение подавать товар лицом, баланс дорогого и бюджетного, альтернативные формы оплаты, сезонная выкладка и многое другое. Но главным секретом прибыльной коммерции была и остается улыбка продавца. Она тот золотой ключик, что открывает сердце и кошельки потенциальных покупателей, формирует преданную клиентуру. Хочу пожелать всем работникам торговли всегда быть профессионалами своего дела и гордиться своей работой. Хочется пожелать еще больше качественных товаров, чтобы мы были абсолютно уверены в торговых марках наших белорусских предприятий. На протяжении почти двух десятков лет работник универмага удалось ублажить довольно стропотливого с капризным нравом бога торговли. И как говорит народная мудрость, не боги горшки обжигают, работу делают люди. Трижды универмаг был достоин высшей награды Министерства торговли РБ – бронзовой Меркурии. Упорством и добросовестным трудом стал одним из лучших в республике и дважды занесен на республиканскую доску почета. Итак, открывая дни горизонта, мы всегда стремимся увидеть новые. Бывают трудности, но они посылаются для того, чтобы выбрать лучшее и понять, как правильно организовать работу. Но истина в одном – главным капиталом предприятия являются люди, которые исполняют симфонию с огласованной игры. Универмаг – визитная карточка Бобруйска, где можно найти любой белорусский товар по доступным ценам. И сегодня предприятие как для покупателя, так и для коллектива остров надежности и спокойствия в бурлящем мире. Работникам магазина постоянно ведется работа по изучению цены от предприятий, изготовителей и оптовых поставщиков. Особое внимание уделяется качеству товара, так как мы понимаем, что некачественным товаром можно продать покупателю только один раз. Во всех отделах и секциях светло, уютно, сказывается школа, которую прошел персонал. Удивляет многообразие товара. При формировании ассортиментного перечня предпочтение дается белорусскому качественному товару. Всем давно известно, что покупатель предпочитает посещать те магазины, которые предоставляют самый широкий ассортимент товара. Для торговли известная истина – кадры решают все истинно в квадрате. Продавец должен быть психологом, человековедом, умением расположить к себе потенциального покупателя – половина успеха. Для ветеранов отрасли – это азбука профессии, и молодежь очень быстро овладевает навыками культурного обслуживания, поскольку в Бобруйске развит институт наставничества. Вполне естественное желание покупателя – приобретать товар при безупречном обслуживании и с наибольшими удобствами приобретения. Именно поэтому на предприятии уделяется большое внимание при приеме сотрудников на работу. Постоянное общение с людьми разными, со своими мыслями и требованиями сложно, но интересно. Ведь сфера не стоит на месте, постоянно развивается, совершенствуется, появляются новые форматы работы, технические средства. Но главное – остается неизменным. Они всегда стремятся к тому, чтобы покупатели были довольны. Для меня это честь поздравить вас, уважаемые работники торговли, наши ветераны с профессиональным праздником, с Днем работника торговли и значимой датой для отрасли, 100-летием образованием органов торговли Беларуси. Внимание! Доброжелательность и профессионализм по отношению к покупателям – визитная карточка работников предприятий Бобруйска. Пусть число благодарных покупателей только растет, а торговая сеть будет стремительно и динамично развиваться под слоганом «Качество работы, эффективность продаж, опыт, создающий результат». Кристина Риянц, Никита Швайковский, Максим Калинин. Итоги недели. По зернышку. Беларуси продолжают уборку урожая, зерновых и зернобобовых культур. По данным на 28 июля белорусские аграрии добрались до показателя на молотов 5 миллионов тонн. Упоры на дальнейшие направления работы и оценку текущих показателей были рассмотрены на селекторном совещании с участием главы государства. Александр Лукашенко отметил, на помощь АПК необходимо привлекать как можно больше кадров. В первую очередь водители и механизаторы должны задействоваться из города. На поставленную задачу руководство регионов реагирует незамедлительно. Баврусь, как всегда, оказывает содействие районам по уборке урожая. И в этом году мы тоже сформировали отряды для механизированной уборки соломы и для отвозки из зерна от комбайна. Всего сейчас на сегодняшний день направлено в хозяйство районов около 31 техники. Но работа в данном управлении продолжается. Урожайность сельхозкультур в Беларуси ожидается выше прошлогодней. Несмотря на внесение корректив от Небесной канцелярии, работа на полях идет полным ходом. В Бобруйском районе в первых рядах по уборке идет Невский Агра. В их строю как старожилы, так и молодежь. Экипаж механизатора Ильи Черника и его помощника Александра Шурина за эту кампанию уже достигли высоких показателей. На работу выходим в районе 7 утра, я уже возле техники. Начинаем ее подготавливать вместе с помощником, почистили и все. И потом к нам приезжает агроном и проверяет технику. Какие удобства есть? Ну, удобство есть. Кондиционер, как бы уже не жарко. Хозяйство позаботилось, чтобы было все заправлено, чтобы мы работали, как говорится, без пыли в кабине и уже бы был холодок. В 24-м увеличился объем площадей. Плюс 72 тысячи гектаров к прошлогодним. Это значит, работа еще далеки от своего завершения. К тому же параллельно с этим продолжается кормозаготовка и уборка соломы. Не ради наград. На неделю в Беларуси отпраздновали День пожарной службы. Самой бесстрашной профессии 171 год. Огонь, вода, медные трубы. Смотреть в глаза опасности их работа. Наша съемочная группа о героях, которые не носят медали. Дежурная служба МЧС вам помочь. Если театр начинается с вешалки, служба МЧС с оперативного центра. В этот кабинет стекается вся информация. Именно здесь святая святых. За компьютером хрупкие девушки. Но нежные они лишь визуально. Внутренний стержень, выдержка, уверенность. В сутки дежурные принимают по три сотни звонков. Во время недавнего урагана за полдня поступило больше тысячи. И каждому на том конце провода они смогли оказать помощь. Нам звонят люди, у которых в первую очередь случилось горе. И каждый человек абсолютно по-разному реагирует на вот это вот стрессовое состояние. Время сжато. Необходимо понять, что им нужно, чем помочь, направить необходимые силы и средства. Поэтому иногда бывает очень сложно. Люди могут кричать, люди могут закрываться в себе. Если не они, то никто. Для Ксении Тихоновой работа в МЧС – маленькая детская мечта. Со школьной скамьи девушка была уверена, ее место здесь. Еще подростком она активно участвовала в жизни молодежной общественной организации спасателей пожарных. И медленно, но уверенно шла к заветному. Сегодня лейтенанту внутренней службы нет равных за оперативным пультом. Она точно знает, как вести себя в экстренной ситуации. Здесь важно понимать, для чего мы здесь. То есть в первую очередь это спасение человеческой жизни. И если человек это понимает, и эта идея отзывается в его сердце, тогда у него все получается. Ты когда слышишь человека по ту сторону, телефонной трубки, ты понимаешь, как с ним надо. Иногда они кричат, плачут, истерят. Тогда ты делаешь голос тише, увереннее говоришь. Или на кого-то надо, наоборот, перебить, чтобы они опомнились и услышали тебя. Это чувствуется. Обнимание на выезд 3 отделения. На выезд 3 отделения Сикорского, 20. Сгорит квартира. Всегда на границе огня. Артем Новиков тоже с детства знал, его жизнь будет связана с МЧС. Семь лет молодой человек трудился в должности пожарного. В 2019 году был назначен командиром отделения пожаротушения. Именно благодаря его опыту, уверенности, техническим знаниям. Спустя два года стал начальником смены. Руководитель тушения пожара. В своем районе выезда произвожу расстановку сил и средств. То есть непосредственно ставлю задачи своим отделениям. В случае, чтобы быстро ликвидировать пожар. И первоочередное произвести спасение людей, если это необходимо. Вот эти вот срабатывания тревоги, вот этот адреналин, который вырабатываете. Знаете, когда едешь даже в машине и едешь на выезд, допустим, или тремя отделениями, и смотришь на людей, которые там вслед тебе смотрят, а не которые даже люди там говорят, вот мы там желаем удачи. Работа такая – жизни спасать. Служба в МЧС – командный труд. От оперативности, слаженности зависит не только сохранность материальных ценностей, но и самое главное – жизни людей. Александр Акулич за рулем спецтехники 12 лет. Мужчина – многократный победитель конкурсов профессионального мастерства. Знания теоретических, знания правил дорожного движения и практического вождения. То есть есть трасса, подготовленная, состоящая из 10 элементов, которые нужно участников пройти с наименьшими штрафными баллами. Готовность номер один. Работа в экстремальных условиях требует наличия определенных навыков. Быстро принимать решения, быть храбрым. Любое звено большой цепи имеет очень важное значение. Если каждый на своем посту остается профессионалом, случайности исключаются. Большая ответственность возлагается на водителя. Потому что нужно довести личный состав, прибыть вовремя, в кратчайшие сроки. Во-первых, я закончил училище по образованию автослесаря, водителя. То есть это мое, то, что мне нравится. Я занимаюсь своим любимым делом. Профессионализм, отвага, честь. Сегодня пожарная служба Беларуси не только высококвалифицированные специалисты. Это еще и современное оснащение, которое помогает оказать помощь в любое время на земле, в воде и с воздуха. Служба МЧС сегодня, наверное, одна из самых сложных. Но вместе с тем это очень благородная, очень нужная служба. Это спасатели, которые приходят всегда на помощь любому гражданину, который оказался в сложной жизненной ситуации. Пожелать, конечно же, прежде всего крепкого здоровья, чтобы мы с гордостью всегда выполняли поставленные задачи, выходили победителем самых сложных и практически неразрешимых ситуаций. Я уверен, что коллектив Бобруйского городдела способен выполнять все поставленные задачи. По долгу службы и по зову сердца. 25 июля в аварийно-спасательной части номер один чистуют тех, кто ежедневно рискует жизнью. Огнеборцам и ветеранам пожарной службы вручают почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки и юбилейные медали. Прекрасный праздник, день пожарной службы. Я хотел бы пожелать нашим спасателям мужества, смелости, достоинства, ума. Потому что только умные люди борются с огненной стихией. И как сам работник, бывший работник МЧС, бывший выходец из пожарной службы, хотел бы пожелать им сухих рукавов и самое-самое главное – мирного неба над нашей головой. Наши спасатели – люди достойные, уверен в том, что они с честью несут службу сегодня на веренных им рубежах. Это люди крепкие, сильные, настоящие мужчины, настоящие спасатели. С такими не страшно идти в бой и разведку. Профессия пожарного – это призвание, которое требует смелости, выносливости и готовности к испытаниям. А потому выбирать ее нужно исключительно сердцем. Кристина Ориянц, Никита Швайковский, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев. Итоги недели. Предвыборные страсти, процветающая коррупция и отдых за горами. Около 70% литовских пенсионеров вынуждены работать из-за маленьких пособий. Кто трудится больше? Далее громкие заголовки мировых новостей. Две трети опрошенных жителей Евросоюза уверены, в их странах процветает коррупция. Результаты исследования одной из социологических служб показали. 68% граждан ЕС считают, взяточничество широко распространено у них на родине. Наиболее остро воспринимают проблему народы Греции, Португалии, Словении и Мальты. О ее существовании заявили более 95% респондентов. Более половины опрошенных уверены, случаи подкупа в высших эшелонах власти расследуются недостаточно. Действующий президент США Джо Байден покинул президентскую гонку. Официальное письмо об этом он опубликовал в своих соцсетях. В послании лидер признал, в интересах его партии и страны уйти в отставку. Несмотря на завершение избирательной кампании, свои полномочия Байден собирается исполнять до конца срока. Его место в политической битве заняла Камала Харрис. Политик уже опубликовала агитационный ролик, призвав сограждан финансировать ее кампанию. Около 70% литовских пенсионеров вынуждены работать из-за маленьких пособий. По статистике, большинство служащих преклонного возраста в стране – женщины. Эксперты сразу выделяют несколько причин такого трудолюбия. Основной фактор – бездействие государства. Социальные выплаты настолько малы, что некоторым не хватает на покрытие даже базовых потребностей. На востоке Китая из-за мощного тайфуна в зоне бедствия оказались более 628 тысяч человек. В провинции объявлен наивысший красный уровень опасности. Из-за непогоды приостановили движение по нескольким десяткам паромных маршрутов. А также отменены около сотни авиарейсов. Курсирование поездов прекращено по всем направлениям. На помощь направлено три спасательных вертолета и три судна, а также 49 патрульных катеров и свыше сотни буксиров. Искусственный интеллект в действии. В Италии уборкой пляжа займется раба-собака. Инженеры одной из местных компаний разработали специальную платформу, которая будет очищать песок от окурков. На спине андроида размещен пылесос со шлангами, оснащенными специальными насадками, а также камеры. Эксперименты показали – умная машина способна собрать до 90% мусора. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова